Идут третьи сутки восстановления. Крайне важно в это время поддерживать гибкость на должном уровне. И в то же время выполнять массу всевозможных мероприятий, направленных на одно. На уничтожение сухости и холода в организме, чтобы не возбуждался ветер. То есть кожа не была сухая, кал не сох, не вызывал запором и трещин во время опорожнения кишечника. Поэтому применяются горячие водные процедуры. Допустим, утром душ контрастный, вечером ванна теплая прогревающая. И после них втирание в тело оливкового масла, хотя бы от груди до колен. Если уж кал сильно сохнет, то желательно раза два в день брать такие вот с мизинчик, выстругивать свечки с масла, сливочного, замораживать в морозилке и вводить в ванну. То есть это можно делать и на ночь, и даже утром после того, как опорожнились, или даже теперь. В некоторых случаях чувствуете, что беда может быть у вас во время опорожнения. Делайте, значит, такую, будем говорить, клизмочку маленькую с теплой водой, чтобы она как-то там размыла, смягчила и стул у вас был нормальный. То есть вот эти проблемы досадные. Они очень часто встречаются на выходе и портят голод. А сейчас разминка. Первым делом, конечно, надо размять, как говорят древние древа жизни, позвоночник хорошенько проработать во всех направлениях, потому что по нему циркулирует спинномозговая жидкость, которая должна нормально омывать все нервы. Тогда они будут и питаться, и функционировать. Кроме того, значит, все хрящевые ткани, которые составляют наш позвоночник, они не имеют сосудов, и поэтому питание доставляется к ним за счет сжимающих, растягивающих движений. Так вот, чем этих движений будет больше в течение дня, тем лучше будет напитываться эта ткань, и, естественно, она будет более здоровая. Из этих движений она просто как бы усыхает, садится, защемляется, и человек начинает болеть. То есть то у него какая-то контрактура, то у него нерв защемило, то еще, еще, еще. Значит, ну, какие простые упражнения. Значит, дыхание с прогибом позвоночника как раз позволяет наладить вот такую циркуляцию по позвоночному столбу вот этой вот спинномозговой жидкости. Итак, начинаем. Вдох, прогнулись. Охуёё. Начинаем не спеша, но потом амплитуду и усилие все более увеличиваем, усиливаем. Я делаю целиком этот комплекс, и вы можете повторять за мной. И хватит этого упражнения, да? Теперь другое. Размять нам больше поясничную часть. Для этого мы начинаем. Растягиваем ее. Одну сторону, другую. Делать, естественно, так, насколько вас хватит гибкость. Чувствуйте, как здесь у вас тянется. Вот это то, что надо как раз растягивать, позволяя жидкости заходить в сухожильную ткань и напитывать ее питательными веществами. А вредное – заводить в пул. Теперь желательно скруту поделать. Делаем вдох носиком, а потом скруть. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Теперь по ногам еще сей руками. Вдох. Чувствуйте, как позвоночник пощелкал. Становится на места. Вот так вот. Сделали, да? То есть таким образом мы проработали позвоночный стоп. Проработали он на изгиб, на изгибание, на растяжение. И на скручивание, то есть проработали вот сет в плоскостях. Желательно еще сейчас проработать на бочок, растянуть вот эти вот поверхности. Для этого делается так. И как можно ровнее в этой плоскости наклоняемся. Делаем вдох. Неспешим наклоняемся и чувствуем здесь вот растяжение. Побыли немножко сюда. Опять вдох и наклоняемся. Побыли сюда, в эту сторону. И еще разок и закончим. Побли initiated. следующее упражнение очень важно растянуть вот эту вот заднюю поверхность бедра и спины потому что она у нас как правило находится в таком каком-то постоянно сжатом состоянии и не напитывается для этого лучше всего подходит значит такая асана она называется поза растянутой спины или голова от колена значит берем себя за большие пальчики руками и расслабляемся ноги в коленях прямые и подтягиваем не спеша медленно плавно сосредотачиваемся вот на этой вот части тела и потихонечку подтягиваем довелось таких приятных болезненных ощущения растягивания вот их то и поддерживаем вместе с этим делаем дыхание и внимание сосредоточено там и и Продолжение следует... 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 Если нормально выполнено это упражнение, то получается так, будто вы что-то проглотили, но вкусного, энергичного, большой-большой кусок, который сразу сделал вас намного сильнее, намного энергичнее, жизнеспособнее. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и еще одно упражнение, это уже, так сказать, для продвинутых учеников. Это на угле, то есть на таком движении живота.